Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас 20 апреля 2016 года Среда по одному из современных календарей По одному из старинных Девятый день месяца пассива на речении 7524 лета вторник Мы начинаем живой эфир, который будет называться Йога в современном мире Главный соведущий Евгений Минц, Германия Здравия, Евгений Здравия желаю Итак, можешь о себе немножко рассказать Кто ты чем занимаешься Для того, чтобы наши радиослушатели поняли С какой стороны к тебе можно подходить Какие вопросы тебе можно задавать И вообще о чем будет эфир Давай с этого начнем Так, хорошо Приветствую сначала всех наших сегодняшних слушателей Меня зовут Минц Евгений Мне 33 года Живу на данный момент в Германии Переехали мы с родителями уже в 93 году На данный момент преподаю йогу и карате Но сегодня вот хотел рассказать Кое-что об основах йоги О важных понятиях Соответственно, да У кого будут вопросы, можете задавать Преподаю я с 2013 года Расскажу, как у меня это все получилось В 2011 году или даже в 2010 По-моему, в 2011 Я первый раз столкнулся с лекциями Алексея Васильевича Трехлебова Ну, на тот момент у меня очень много было Таких жизненно важных вопросов На которые я искал ответы И нигде не мог их найти Но, в принципе, в те времена я уже понимал Что есть такое понятие, как духовный учитель И понимал, что нужно где-то найти человека Который знает больше меня Разбирается в каких-то основах жизни В понятиях о мироздании То есть, кто может именно объяснить Почему какие-то вещи в жизни так происходят Как они происходят Но я бы никогда не поверил Что это произойдет вот таким образом Что я такие ответы буду получать Именно через лекции Вот именно Алексея Васильевича Трехлебова Но и потом я дальше продолжал изучать Через лекции Как бы и славянский мир И его связь с миром йоги Или с понятиями о йоге И хотел продвигаться дальше Но поскольку я очень, скажем так Относительно далеко живу от России Я не мог себе позволить уехать Допустим, в Россию Где-то там искать наставника Или духовного учителя Или что-то в этом роде И мой девиз был таким Что если у меня в городе нет преподавателя Такого, как я бы себе его представлял Или такой, как мне нужен То мне нужно самому становиться преподавателем И те хорошие знания И светлые знания Которые я получал через лекции И потом уже начал читать книжки Соответственно На русском языке Я понял, что мне нужно Нести эти знания дальше Рассказывать людям Соответственно Ну и Поскольку я нашел йогу для себя Как метод восстановления Своего личного здоровья Я, конечно же, понял Что это тоже хороший метод Который можно делиться с людьми В один день Я, соответственно, через лекции Опять же Алексея Васильевича Трехлебова Познакомился с лекциями Андрея Вербы Который тоже очень Хорошие, интересные вещи С моей точки зрения говорил И узнал, что он Преподаватель по йоге Что у него есть клуб И очень большой опыт в йоге Соответственно В 2012 году Я с ними познакомился Уже лично Был в первом йога-лагере Тогда На Кавказе Туда и Видогор приезжал В 2012 году Тоже лекции читал И Андрей Верба там были И после этого Я уже поступил на курс У Андрея Вербы В 2012 году В 2013 Курс закончил И начал уже преподавать Относительно рано То есть я долго Личными занятиями Не занимался Можно сказать Не ходил куда-то там Два-три года Или еще больше Чтобы стать преподавателем Относительно рано Уже встал на этот путь Потому что понял Что да, это мое И этим нужно заниматься Поскольку вопрос Он очень актуален Как и тогда был Так и сейчас То есть вопрос Оздоровления общества Не только с точки зрения Физиологии Но и с точки зрения Как бы внутренней С точки зрения Сознания С точки зрения Миропонимания Потому что Ну мы все знаем Что Ну возможно По очень многим данным В 2012 году Начался новый период Период пробуждения Так как Ну и славянского мира Славянского миропонимания Ну и также Люди сталкиваются с тем Что Сознание у людей Раскрывается И люди ищут Какие-то ответы На вопросы Ищут какие-то методики Или техники Саморазвития То есть Осознавая то Что мы в этот мир Пришли Ну не просто так Наслаждаться Какими-то Страстями Или другими радостями А мы пришли В этот мир Совершенствовать Нашу душу Скажем так Наш внутренний мир Ну и также В какой-то степени Это относится И к нашему телу То есть Тело тоже Должно быть Здоровым Как сосуд Для нашей души Или как еще В других писаниях Говорится Как божественный храм Для души И В здоровом теле Как говорится Здоровый дух Но Как говорят Кощуны Финиста Это Большая редкость То есть Нужно к этому Стремиться Всегда Не у всех Это получается Поскольку Мир Как таковой Если верить Ну и писаниям И компетентным людям Что мы выходим Из Калиюги Все-таки Мы Калиюгу Зацепили Многие из нас И Выросли В этих обстоятельствах Которые Может С какой-то стороны Пагубно На нас Повлияли Поэтому Сейчас Нужны Техники Восстановления Здоровья И Техники Саморазвития Всевозможные Ну вот Одной Из Таких Техник Или Систем Является Йога В ее Очень Большом Широком Спектре Есть Много Разных Школ Много Разных Направлений Допустим Сейчас Ну в России Поскольку Я стараюсь Часто Ездить Я Ну тоже Сталкиваюсь С этим Явлением Оно Даже Может Сильнее Там Сейчас Развит Или Развивается Чем У нас В Германии Допустим У нас В Германии Молодежь Ну Больше Занята Может Работой Или Какими-то Развлечениями То есть Заработать Деньги И как-то Их Потратить На свое Удовольствие И Мало Кто Еще К сожалению Задумывается О Других Вещах Более Сущностных Вещах Мало Кто Задумывается Почему Я сюда Пришел В этот Мир Но Тем не менее Тоже Люди Здесь Есть Которые Пробуждаются В России Разница Германии Что Были Уже Люди Которые Подготовили Основу Допустим Алексей Васильевич Очень Хорошую Работу Сделал Хиневич Александр Тоже Сделал Большой Труд Я так Считаю По Распространению Медических Знаний Славянского Меропонимания Допустим Фильм Игры Богов Сериал Стрижака Тоже Он Хорошее Начало Сделал Еще В те Годы Здесь Допустим Всего Этого Нет И Нет Таких Людей Которые Направили Большие Массы На Какой Путь Духовности Как Таковая Духовность Здесь Она Изначально Быстрее Начала Пресекаться Или Уничтожаться Я так Считаю Чем В России То есть Этот Набег Темных Сил Назовем Их так Если взять Что он Как бы С Карфагена Переселился В Рим И затем Он Немножко Потоптал По Европе Уже Там Одиннадцатый Двенадцатый Век Может быть Еще Раньше И И Потом Только Они Начали Скажем Так Обрабатывать Россию В плане Христианизации Таких Вещей Поэтому Здесь Люди Немножко Дальше От Внутренних Духовных Понятий Или От стремления К Богу Настоящего Здесь Чем В России Но Тем не менее Есть тоже Духовные Люди Есть Пробудившиеся Люди И Поэтому Ну Я считаю Кто-то И здесь Должен Немножко Благие Знания Нести Стараться Даже И На Немецком Языке Но Вернемся К Йоге То есть Каждый Человек Который Заинтересован В этой Системе Самосовершенствования Должен Рано Или Поздно Определиться То есть Пойдет Он В какой-нибудь Фитнес Клуб Или Найдет Себе Йога Школу Или Будет Сам Где-то Развиваться По Книжкам То есть Как это У меня Было Изначально Мне Порекомендовали Хорошие Книжки Поскольку У меня Не было Доступа Лично Ходить К Преподавателю В какой-то Класс Я по Книжкам Начинал Это Все Осваивать Ну Сейчас Сейчас Насколько Я знаю В России Очень много Школ Направлений Много Учителей И Многие Возможно Тоже Станут Перед Вопросом Куда Мне Пойти И С чего Мне Начинать И Здесь Есть Очень Хорошая Рекомендация От Компетентных Людей Что Школа Которая Говорит О четырех Основах Таких Как Карма Реинкарнация Тапас И Аскеза Здесь Вы Уже Можете Более Менее Быть Уверенным Или Уверенной Что Здесь Более Менее Адекватная Йога Будет Компетентная То есть Нужно Понять Почему Я Занимаюсь Йогой Конечно Хочет Восстановить Своё Здоровье И Идёт Поэтому Ну В йога Класс В какой-нибудь Или Фитнес Студию Но Постепенно Человек Занимаясь Практиками Асанами Он Понимает Что Здесь Есть Что-то Более Глубокое Здесь Есть И Другие Понятия Есть И Техники Медитации Допустим Техники Пранаямы Дыхательных Упражнений Что Это Как я Уже Упомянул Раньше Спектр И Можно Сказать Целая Наука То есть Внутреннего Пути Такого Внутреннего Пути К Богу То есть Одна Из Систем Если Взять Само Слово Йога И Его Как-то Перевести Или Разъяснить То Как Многие Знают Каждое Слово Санскрита Есть 50 Переводов Разных Некоторые Переводы Йоги Можно Так Объяснить Что Это Как я Уже Сказал Внутренний Путь К Богу С другой Стороны Йога Это Как Связка Или Как Упряжка Для Собственных Страстей И Желаний Потому Что По Некоторым Теориям Считается Что Душа Приходит В мир Поскольку У нее Есть Определенные Желания Неизжитые И Вот Мы Сюда Перевоплощаемся Чтобы Своими Желаниями Наслаждаться Но Рано Или Поздно Душа Начинает Осознавать Что Каждое Желание Оно Насколько Бы Оно Радостно И Хорошо Не Было Она Может Повлечь За собой И Негативные Какие-то Последствия Допустим Если Человек К чему-то Пристрастился Или Привыкает Когда Он Этот Предмет Эта Вещь Или Это Чувство Не Получает Это У него Вызывает Некое Раздражение Или Даже Гнев То Есть Это О чем Я говорю Негативные Последствия И Нужна Определенная Как бы Упряжка Своему Собственному Поведению То Своим Собственным Страстям И чувствам Можно Так Сказать Поскольку Как Говорится В Пхагават Гите Желанием Все мироздание Одета Желание Недруг Познания И света То есть Человек На самом деле Или душа Может Запутаться В собственных Желаниях Каких-то И Впасть В определенные Омрачения Которые Закроют Ему Истинный Путь То есть Или истинное Значение Его существования Здесь На планете Поэтому Нужно Понимать Вот эти Четыре Основы Которых Я хочу Теперь Поговорить Четыре Столпа Йоги То есть Понять Что Мы живем Здесь Не один раз То существует Такое Понятие Как Реинкарнация Само Слово Реинкарнация Происходит Из Латынского То есть У нас Здесь Слово Карна Карна Означает Мясо Или Плоть То есть У нас Есть такое Слово Как Карнавал Который Тоже Во всем Мире Это Слово Понятно Всем Это Слово Возникло В начальных Этапах Как Христианизация Начала Действовать В мире То есть Это Начало Пред Постом То есть Вход В пост Он назывался Карнавал То есть Вале Это как бы До свидания Или прощания Мясо То есть Карна Вале Люди Праздновали Считалось Так Здесь В католическом Мире Еще Как Можно сказать Последний раз Сыто наедались Мясом И потом Выходили В пост До Пасхи Потом В слове Реинкарнация У нас есть Ре То есть Повтор Что-то Повторяется Ин На многих Европейских Языках На немецком На английском Это как бы В Входить Куда-то То есть Реинкарнация То есть Это Переход Или Вновь Вхождение В плоть То есть На начальных Этапах Даже Люди Которые Изучали Библию Или В христианском Понятии Были Такие Слова Или выражения Как Реинкарнация Даже В каких-то Частях Библии Стоит Что Вот Он Перевоплотится Еще раз Или Там Какой-то Из профетов Еще раз Придет Но К сожалению При Никейском Соборе Я не Помню Точно Какой-то Был Век Третий Или Четвертый Но Об Летоисчислении Можно спорить Потому что Разные Люди Разные Доказывают У нас Термины И считается Что Какие-то Века Приписаны Но Тем не менее На Никейском Соборе Считается Вот эти Понятия Как Реинкарнации Были Вычеркнуты Из Библии Для того Чтобы Создать Человека Или Скажем так Даже Раба Который Будет Богобоязливым То есть Если ты Не будешь Так-то Так-то Жить Как Предписывает Допустим Те же Самые Десять Заветов Или Какие-то Скажем так Библейские Ну Или Христианские Патриархи То ты Попадешь В ад То есть Такое Запугивание Людей Что Человек Является Рабом Божьим Это Было Выгодно Для Той Системы Ну Которая До Сих Пор Ещё Её Отголоски Ну На Планете Существуют И Продолжают Действовать Это Было Вырчеркнуто Также Считается По Некоторым Данным Понятия Как Вегетарианское Питание Или Ну Более Здоровое Здоровое Питание Тоже Люди Преследовались В былые Времена Христианской Церковью Чтобы тоже Это всё Уничтожить Потому что Считается Что Когда Человек Питается Мясной Пищей То он Весь этот Страх Который Испытывает Животное Когда Его Убивают Оно Как информация Записывается На Это Мясе Или На частях Тела Этого Животного И Когда Человек Это Поедает Соответственно Он Перенимает Этот Страх Животного На Себя И Становится Более Боязливым Более Управляемым Поэтому Для Некоторых Структур Было Выгодно Эти Понятия Вычеркнуть Из Социума Вычеркнуть Из Голов Людей Поэтому Многие Держатели Или Хранители Старых Знаний Преследовались В Европе Здесь Свирепствовала Инквизиция Может Многие Об этом Знают И Люди Которые Жили Еще По Старым Древним Ведическим Писаниям То есть Это Здесь Тоже Еще Прослеживается В Германии Те Остатки Они Очень Рьяно Уничтожались Этой Новой Системой Которая Здесь Хотела Захватить Свою Власть Это О Реинкарнации То есть Но В сравнении С Западным Миром Восточном Мире Индия Допустим Другие Страны Где Практикуются Такие Религии Как Буддизм Индуизм Понятие Реинкарнации Люди Уже С этим Рождаются Можно Сказать С этим Понятием С детства Воспитываются Там Нет Даже Каких-то Сомнений Что Это Существует Что Мы Перевоплощаемся Очень Много Раз Напротив Они С помощью Определенных Техник Скажем Так Или Методик Стараются Именно Из этого Называется Сансара Вырваться Потому что Они Считают Что Этот Круговорот Он Его Сопутствуют Ну Определенные Страдания Ну Об этом Можно Спорить Насколько Реально Или Разумно Оставаться В этом Круговороте Потому что Существуют Еще Такие Понятия Как И в Йоге Так и В Буддизме Определенных Высокоразвитых Душ Которые Называются Бодхисатами Которые Остаются В этом Круговороте Именно Для того Чтобы Помогать Другим Живым Существам Чтобы Нести Им Знания Чтобы Ставить Их На Правильный Путь Из Практик Йоги Можно Тоже Для Себя Понять Что Мы Живем Не Один Раз То есть Существуют Такие Методики Когда Человек Погружается В Себя И Когда Могут Некоторые Фрагменты Выскочить Из Это может Появляться Даже Спонтанно Или Существуют Такие Методики Как Регрессивный Гипноз Когда Человек В Гипнотическом Состоянии Рассказывает Из своих Прошлых Жизней Но Здесь При Регрессивном Гипнозе Присутствует Фактор Второго Человека Или Гипнотизера Который Может Обославливать То Что Вы Хотите Увидеть То Более Разумно И правильно Было Было С помощью Личных Усилий Сделать То С помощью Практики Медитации С помощью Практики Когда Человек Уединяется Погружается В тишину Находится Сам С собой Тогда Вот Эта Грань Которая Закрывает Наше Видение В прошлой Жизни Она Становится Тоньше Иногда Даже Стирается Как я Уже Сказал Что Человек Может Заглянуть В прошлой Жизни Увидеть Некоторые Фрагменты Но К этому Не обязательно Стремиться Сразу То Есть Такие Вещи Или Информация Она Придет Ровно Тогда Когда Она Человеку Понадобится То Это Не Как Сходить В кино Или Посмотреть Какой-то Мультик Чтобы Потешить Своё Любопытство То есть Эти Практики Техники К ним Нужно Относиться Очень Серьезно И Пользоваться Ими То есть По Назначению Если Человек Встал В какой-то Тупик Жизненный И Ишит Очень Важный Ответ На такой Вопрос Что Он Не Может Двигаться Дальше Тогда Рекомендуется Заниматься Глубинными Практиками Чтобы Получить Этот Ответ Это о Реинкарнации Затем Один Из Космических Законов Который Считается Очень Большим Грехом Если Этот Закон Отвергать Это Закон Кармы То есть Закон Причины И Следствия Не Только В Дальновосточных Религиях Или Мировоззрениях Но И В Русском И В Европейском Языках В Германском Даже Тоже Существуют Всевозможные Пословицы Ну Такие Как Что Посеешь Что И Пожнешь Или Как Крикнешь В лес Так И Аукнется То есть Это Все В Народных Обычаях В Народных Понятиях Легким И Простым Языком Объясняется Закон Кармы То есть Все Что я Делаю Так Или Иначе Мне Возвращается Или Тот Момент В котором Я живу Сейчас То есть Мое Настоящее Это Продукт Моего Прошлого То есть Продукт Моих Прошлых Действий И Если Я Считаю Допустим Что Судьба Так Нехорошо Ко мне Относится Или У меня Такая Полоса Несчастье То Нужно Понимать Что Я Эту Полосу Сам Себе В прошлом Создал И Сейчас Просто Идет Ответ Или Словами Вет То есть Человек Пожинает Плоды Своих Действий Поэтому Нужно К своей Жизни Относиться Очень Осознанно Очень Осознанно И Понимать Что Я Сейчас Делаю Поскольку Все Эти Действия Они Обуславливают Уже Мое Будущее На данный Момент Но Здесь Можно Сказать О трех Понятиях То есть Карма Акарма И Викарма Которые Тоже Нужно Разъяснить То есть Закон Кармы Я Сейчас Только Что Огласил Понятие Как Викарма Это Такой Пример Что Человек Знает Что Он Действует Неправильно И Знает Что Так Нельзя Поступать Но Тем Не Менее Он Поступает То есть Когда Человек Уже Это Осознает Свои Греховные Или Неправильные Поступки Все равно Так Себя Ведет То Он Намного Сильнее Опускается Как Бы Сказать Набирает Этот Груз Кармический Который Его Приведет К Не Совсем Хорошему Перевоплощению То есть Существуют Такие Миры Чистилища Которые Называются Адом Эти Описания Существуют Как И В Христианском Мировоззрении Так И В Ведическом И Буддийском Мировоззрении То есть Душа Которая Накопила Определенный Груз Она После Смерти Должна Пройти Миры Чистилища Чтобы Эта Негативная Информация С Человека Счистилась Но Человек Который Очень Сильно Кормует И Накапливает Очень Много Негативной Кармы Чтобы В Следующем Воплощении Не поступать Опять Так же Неправильно С него Вся Информация Счищается Вплоть До Хорошей И Тогда Душа Выходя Из Мира Ада После Такой Чистки Она Вынуждена Начинать Снова Сначала То есть Живатма Проходит Тогда Мир Минералов То есть Камень Потом Мир Растений Она Должна Пройти Мир Животных И Это Очень Долго Длится Даже Человек Поступив Не в Такой Огромной Степени Неправильно Который Получит Перерождение Животных Из Этого Мира Тоже Очень Трудно Выкарабкаться И Очень Много Перерождений Надобно Душе Чтобы Попать В Мир Человека Поэтому Компетентные Люди И Продвинутые Практики Они Говорят Что Человеческой Жизнью Нужно Пользоваться Правильно Потому Что Мы Получили Сейчас Такой Шанс Мы Получили Человеческое Тело С Помощью Которого Мы Можем Заниматься Практиками Йоги Йога Это Изменение Своей Энергетики То Если У меня Энергия Хорошая Более Легкая Вибрации Тонкие То Перерождение Будет Более Благоприятным Если Человек Накопил Грубые Энергии Грубые Вибрации И Его Кармический Груз Его Отягощает Он Соответственно Получает Перерождение В более Низких Мирах Поэтому Нужно Быть Очень Осторожным Я Выражусь Даже Так В своей Жизни Что Мы Делаем И Как Энергии Мы Накапливаем Но Йога Дает Нам Возможность Немного От этой Энергии Очиститься От тех Энергий Которые Мы Накапливаем То есть В какой-то Степени Считается Что Йога Даже Может Изменить Карму За счет Аскезы И За счет Тапаса Тапас Это Универсальная Энергия Которую Можно Накопить Об этом Я тоже Сейчас Расскажу Но Вернемся Карма К этому Понятию И К понятию Аскеза Аскеза Это Лишение Себя Какого-то Удобства То есть Голодание Может быть Аскезой Уход От Ну Людей От празднества Может быть Аскезой Когда Человек Уединяется И Аскеза Считается Асаной И упражнения Которые В йоге Делаются На Коврике В зале Где-то То есть Здесь Мы тоже Претерпеваем Такой Легкий Дискомфорт Скажем так Допустимый Дискомфорт В йоге Никогда Не Позволено Допускать До боли Чтобы Колено Или суставы Какие-то Или мышцы Болели Но Легкий Дискомфорт Допустим И он Нужен Потому что Именно Этот Дискомфорт Он Изменяет Наши Внутренние Энергии То есть Более Грубая Энергия Которую Может быть Мы Накопили В течение Жизни Или даже Прошлых Жизней Можно Конвертировать В более Тонкие Вибрации В более Тонкие Энергии Именно С помощью Аскезы Поэтому Асаны Которые Делаются В хатха Йоги Они Не всегда Удобны В них Нужно Терпеть То есть Чем Больше И дольше Мы Терпим Ну Скажем Так Средний Такой Комплекс Для Начинающих Но Он Может Начинаться От Часа Где-то Полтора Часа Ну Продолжающие Практики Или Продвинутые Практики Уже Ну Обычно Полтора Два Часа Занимаются То есть И После Этого На самом Деле Ощущается Изменение Собственного Сознания То есть После Практики Йоги Человек Видит Мир Совсем По-другому То есть Если У вас Допустим Какие-то Могут Быть Депрессии Или Что-то Вас Так Нагружает Какие-то События Жизненные Что У вас Настроение Не Очень Хорошая Допустим Может Вы На Кого-то Обижены Или Что-то Происходит Какой-то Негатив В нашей Жизни То С помощью Практики Йоги Вы Можете Изменить Свою Энергию Изменить Видение Этой Ситуации Или Этой Проблемы То есть На самом Деле Даже Внутреннее Состояние Такое Оно Может Измениться Поэтому Я Со Своей Стороны Рекомендую Каждым С этой Опыт То есть Сейчас Может Если Кто-то Еще Не Занимается Это Просто Слова Или Просто Теория Но Личный Опыт Мой И Личный Опыт Других Людей Которые Серьезно Начали Заниматься Йогой Показывать Что Окружающий Мир Постепенно Начинает Меняться То есть Какие-то Жизненные Ситуации Или Обстоятельства Которые Как Так Или Иначе Отягощали Человека Они Постепенно Из жизни Уходят Появляются Открываются Новые Возможности В жизни Новые Какие-то Даже Может Деловые Предложения Если Вы Бизнесом Занимаетесь Новые Возможности Поменить Рабочее Место Более Скажем Так Ну Комфортное Или Благоприятное Взаимоотношение Даже С вашим Работодателем Может Быть С Вашей Семьей Но Это Не Приходит Сразу На Самом Деле Когда Начинаешь Заниматься Йогой Какие-то Трудности Тяготы Нужно Будет Пережить То Есть Наша Накопленная Карма Которая Как я Уже Говорил Наше Будущее Обуславливает Она Все-таки Никуда Не Денется Пока Мы Ее Не Пережили Поэтому Когда Человек Начинает Заниматься Йогой Эта Карма Негативная Она Может Вам Нужно Будет Ее Пережить Скажем Так Но Если У вас Какие-то Трудности В жизни Или Тяготы То Радуйтесь Это Знак Того Что Человек Идет По пути Развития Жень У нас Музыкальная Пауза Подошла Так Хорошо Хорошо 30 минут Незаметно Пролетели И По традиции Мы Включаем Музыкальную Паузу Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 20 апреля 2016 года Среда По одному Из старинных Девятый день Месяца Пассива И наречения 7524 Лето Вторник Йога В современном мире Такова тема Сегодняшнего эфира Главный Сведущий Евгений Минц Из Германии Пожалуйста Если еще Что-то есть Рассказать Рассказывай Но помни Что вопросы Уже поступают Из чата А в чат Народного Славянского Радио Можно попасть Всем нашим Радиослушателям Достаточно В простой схеме Набираете В любом поисковике Народное Славянское Радио Дальше Заходите на сайт По ссылке Славомир.орг Из этого поисковика Ищите слово Чат Нажимаете на него Если еще не зарегистрированы То придумывайте себе Логин и пароль Только не забывайте Пожалуйста Его Указывайте И мы Куда к вам придет Контактная информация И если вы уже Регистрировались То вводите Логин и пароль И все Подайте в дружную Семью Людей Которые в чате Общаются Пишут вопросы Ну и вообще Жизнь прекрасна В тот случай становится Итак Жень Продолжай Да Я предлагаю еще Поговорить Минут 10-15 А потом мы уже Уделим время Вопросам Хорошо Я остановился На понятиях Карма Реинкарнации И аскеза То есть Об аскезе Мы поговорили То есть Аскеза Это изменение Вашего внутреннего мира Вашей внутренней энергии Затем Нужно понимать Что Есть такое понятие Как тапос Тапос Это считается Универсальная энергия С помощью Которой Проявляются В нашем мире Какие-то объекты Или события Ну Возьмем Такой пример Который Все из вас Тоже Может знают Есть люди Которые берутся За что-то У них есть Какие-то планы Но За что бы они Не брались У них Все как-то Идет на провал У них Ничего не получается То есть Люди Которые могли бы Помочь Тоже как-то У них То ли нет Время То ли нет Возможности Человеку Помочь То есть Это говорит о том Что у человека Мало Или нет Тапоса В сравнении Есть другие люди Которые За что бы Не взялись То есть У них Как бы Золотые руки И у них Все получается И любой Проект За который Они берутся Получается Осуществить И за что бы Он не брался Находятся Быстро люди Которые Ему помогают Которые Его поддерживают То есть Все как будто Само проявляется То есть Это говорит о том Что у человека Много Тапоса Как он Накапливается Считается Что Когда Человек Кому-то Благодарит Допустим Мы Так и Произносим Благодарю То есть Я дарю тебе Благо И Когда О Человеке Думают С благодарностью Эта энергия Человеку Энергия Благодарности Возвращается И Человек Который Накапливает Благодарности Эта космическая Энергия Она Является Как Сырец Но Уже С помощью Этой Энергии Что-то Может Воплотиться В жизни Этого Человека Но Существуют Такие Инстанции Которые Эти энергии Благодарностей С нас Хотят Стянуть Скажем Так В буддизме Это называется Марой В Христианском Понятии Это называется Искусителем Или Дьяволом Это Та инстанция Которая Предлагает Нам Разные Удовольствия Разные Жизненные Наслаждения Не только Чтобы Свести Нас Истинного Пути Но и Чтобы Стянуть С нас Жизненную Энергию Поэтому Практики Такие Как Будда Иисус Есть И В ведическом В нашем Понимании Серафим Сваровский Сергей Радонежский Которые Уходили В пустынки Они Уходили Молились Это Тоже Для Них Была Определенная Аскеза Для Изменения Их Энергии И Они В своих Практиках Тоже Противостояли Именно Этим Соблазном Потому Что Когда Человек Начинает Заниматься Духовными Практиками У него Энергия Накапливается То есть С него Больше Скачать Чем С простого Человека С улицы Который Скажем Так Пьет Пиво И Курить Сигареты У него Как такового Тапаса Особо И нету Потому Что Он Его Сразу Обменивает На Какие-то Сиюминутные Удовольствия А Продвинутые Практики Они Этапас Стараются Накопить И Соблазны Которые В их Жизнь Приходят Они На самом Деле Еще Сильней Могут Над Ними Тяготеть И Им Приходится Очень Серьезно С этими Соблазнами Или Искушениями Скажем Так Бороться Чтобы Этот Тапас Так Быстро Мы Не Потеряли Существует Именно Такое Понятие Как Аскеза Когда Мы Претерпеваем Аскезу На Коврике Или Когда Мы Медитируем Когда Мы Поем Мантры Или Занимаемся Дыхательными Практиками Это Тоже Является Все Аскезой То Эти Соблазны Мы Скажем Так Что Это Определенные Энергии Которые К нам Могут Прийти В гости То У них Меньше Доступа Нам Или Они Слабеют По отношению К нам Если Мы Занимаемся Аскезами То есть Они Не так Быстро Смогут Взять Нас За Шкирку Или За руку И повести Нас Допустим В какое-то Непотребное Место Где Мы Потеряем Свою Жизненную Энергию Или Сольем Скажем Йогов Скими Так Поэтому Аскеза Тапас Тоже Очень Важны И Вернуться К выбору Адекватного Учителя Или Школы То Вот Это Может Быть Одним Из Критериев То есть Если Школа Или Учитель Говорит О Этих Четырех Понятиях Как Карма Реинкарнация Тапас И Аскеза Как Это Все Взаимосвязано Как Эти Системы Работают То Вы Можете Продолжать Там Заниматься Ну Иначе Занимайтесь По Книгам По Писаниям На Русском Языке Сейчас На Сам Деле Очень Много Материалов Интернет Полный Материалами По Йоге Как В Письменном Виде Так И В Видео Формате То Можно По Видео Заниматься Дома Поэтому Выбор Очень Очень Большой Единственное Что Нужно Себя Заставить Как Считается Самое Трудное Это Расстелить Коврик А все Остальное Уже Потом На самом Деле Легче Сделать Первый Шаг Мы Еще Хотели Коротко Поговорить О том Как С помощью Хатха Йоги Можно Восстановить Своё Здоровье Да Система Очень Хорошая И Довольно Таки Эффективная Поскольку Я В Десятый Одиннадцатый Год Я искал Какой-то Метод Чтобы Восстановить Своё Личное Здоровье Соответственно Перепробовал Уже Из Природной Медицины Из Народной Медицины Какие-то Средства Или Рецепты Или Методики Но Более Эффективным В итоге Оказалась Йога То есть Мы Восстанавливаем Тело И С помощью Восстановления Внутренних Своих Энергий С помощью Изменения Даже Кармы Личной Здоровья Оно Придёт Как Таковое Тем Более Хатха Йога Она Предлагает Нам Шесть Очистительных Практик Которые Называются Шаткармами То есть Шаткармы Эти шесть Практик Они Тоже У них Есть Подразделения На Отдельные Определённые Техники Но С помощью Очищения Этих Некоторые Из них Являются Более Лёгкими Доступными Некоторые Более Сложными Которые Вам Опытный Преподаватель Должен Передать Или Научить Но С помощью Очистительных Практик Также Здоровье Очень Хорошо Восстанавливается Даже Асаны Когда мы Гнём Тело На Коврике Тоже Считается Что Они Расшлаковывают Тело Тело Начинает Очищаться Восстанавливается Хорошее Кровообращение На Эндокринную Систему То есть На Железы Очень Позитивно Благоприятно Асаны Влияют То есть Гормональный Фон Может Восстановиться У меня Даже Были Такие Примеры Что Женщина У которой Была Проблема С щитовидной Железой И Она Была Вынуждена Принимать Лекарства Какие-то Чтобы Она Более Активно Работала И Производила Гормоны Ну Несколько Месяцев Буквально Занималась У меня И Говорит Что Вот Уже У неё Анализы Она Сдавала Показатели Лучше По Щитовидной Недугов И Болезни Есть Определённые Техники Которые Специализируются Именно На тот Недуг Ну Конечно Нужно Очень Много Получить До Того Информации Очень Много Познать На Уровне Теории Чтобы Приступать К практике Чтобы Себе Не Навредить Допустим Нужно На самом Деле Найти Компетентного Человека Познакомиться С писаниями Как Говорит Алексей Васильевич Трехлебов То есть Проявить Здравомыслие И Затем Только Подходить К Практикам Йоги Ещё В Йоге Существует Такое Понятие Как Восьмеричный Путь По Патанджали Который Он Описывает В своих Йога Сутрах Он Рекомендует Йогу Начинать Даже Не С Очистительных Практик А С Этическо Нравственных Принципов Которые Называются Яма И Ни Яма То есть У нас Есть Пять Принципов Ям И Пять Принципов Ни Ям Поскольку Йога Она Является Источником Дополнительной Энергии Это Не значит Что Вы Сразу Станете Всесильным Это Не Только Физическая Энергия Здесь Имеется Ввиду Внутренние Энергии Которые Позволяют Определенным Вещам Проявиться В вашем Мире То есть Проявиться Вашей Реальности И Допустим У вас Карма Если Не Совсем Хорошая На Ваших Тонких Телах И Оболочках Записаны Эти Семена То есть Они Называются Биджами На Санскрите Если Вы С помощью Практик Йоги Начнете Новой Энергией Поливать Ваше Поле Как Ваше Тело Или Тонкие Тела И Оболочки То На Поверхность Семена Эти Начнут Прорастать Пойдет Как Поэтому Человек Который Этической Нравственной Основы Не Соблюдает Ведет Нехороший Неправильный Образ Жизни Это Дополнительная Энергия Ему В жизни Начнет Проявлять Такие Вещи Где Он Еще Больше Будет Негативной Кармы Накапливать То есть Будет Продолжать Идти По Неправильному Пути И еще Больше Опускаться Скажем Так В морок И в Накопление Ну Каких-то Поступков Скажем Так Поэтому Этическая Нравственная Основы Очень Важны Чтобы Совладать Самим Собой Скажем Так Чтобы Эти Энергии Которые Начнут Культивироваться И Конвертироваться В теле Чтобы Они Вам Не Навредили И Также Не Навредили Вашим Окружающим Людям Потому Что Человек У 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 Ступил В метро Или В общественном Транспорте На ногу И Человек Который Практикует Своим Взглядом Если Он Разгневается В этот Момент И Посмотрит На Человека Который Может Наступил На ногу Нечаянно Он Получит Вот этот Энергетический Удар От Практика И Побежит Вот этот Человек Который Нечаянно Наступил На ногу Побежит Может В какую-то Там Или Или В аварию Или В несчастный Случай Куда-то Он Попадет Потому Что Человек Который Практиковал Он Проявил Гнев Он Очень Много Негативной Энергии На Того Человека Вы Поэтому Нужно Быть Очень Осторожным Быть Правильным Человеком Скажем Так И Уметь Владеть Собой Это Самое Главное Чтобы Не Навредить Себе И Не Навредить Кружающему Миру Тогда Все Будет Хорошо И Тогда Вы Будете Двигаться И Эффективно Проживать Свою Жизнь Еще Хочу Сказать О Эффективности За счет Того Что Энергия Прибавляется Вы Можете Эффективнее Прожить Свою Жизнь То есть Ваша КПД Возрастает Когда Вы Занимаетесь Йогой Некоторые Люди Даже Об Этому Знают И Некоторые Работодатели В Офисах Или В Каком-то Бизнесе Скажем Так Они Могут Даже Нацеленно Выбирать Людей Которые Занимаются Йогой Поскольку Они Эту Теорию Знают Я Могу Это По Личному Опыту Сказать Что Когда Начинаешь Серьезно Практиковать Ну Допустим Уделяешь Каждый День Определенные Часы Практики То За День Ты Больше Сможешь Сделать Своих Личных Дел Или По Работе Или Каких-то Воплотить Проектов Поэтому Здесь Этот Фактор Тоже Нужно Учитывать И Даже Им Пользоваться На Благо Всех Живых Существ Как Говорится Так Хорошо Ну Давайте Сейчас Вопросы Тогда Ну Что Раз Давайте Так Давайте Напомню Нашим Радиослушателям Что Вопросы Мы Принимаем В чате Народного Славянского Радио Чат На Сайте Народного Славянского Радио Славомир Точка Орг И Попасть На Сайт Достаточно Просто В любом Поисковике Наберите Славянское Народное Радио Или Народное Славянское Радио И Окажетесь На Сайте Славомир Точка Орг Дальше Ищите Слово Чат Если Не Зарегистрированы Регистрируйтесь Регистрация Достаточно Простая И Быстрая Ну Если Зарегистрированы То Логин и пароль Вводите Да и все И на этом Ваша жизнь Плохая Заканчивается Наступает Веселая Очень красивая И добрая А мы Переходим К вопросам Которые Уже Те Кто Были Порассудительнее Отличались Здравомыслием Уже Зарегистрировались И находятся В чате Позадавали В течение Нашего Вопроса Нашего Эфира Итак Вопросы Владимир Измытич Вопрос В эфир Следующий Уважаемый Гость Германия ведь Толерантное Государство Встречаются Ли вам Йоги Гомосексуалисты Или это Чересчур Даже для Просветленной В кавычках Европы Вот такой Шутейный Вопрос Ну Вопрос Штейный Даже не знаю Насколько Разумно Отвечать На такие Вопросы Мне Пока Лично Не встречались Но я Не думаю Что Человек С таким Неправильным Мировоззрением Долго На этом Пути Удержится Может Они где-то И бывают Но Не в таких Клубах Или Не у таких Людей С которыми Я общаюсь Или я знаю То есть Здесь опять же Вопрос Нравственности О чем я До этого Говорил То есть Безнравственный Человек Он не должен Заниматься Йогой Поскольку Человек Вот с Мировоззрением О котором Шел вопрос Он идет По пути Деградации То есть Это противоположный Путь йоги И это Как бы Взаимоисключающее Такое явление Я не думаю Что кто-то С таким Мировоззрением Был В адекватной Школе Или адекватно Смог бы Заниматься Йогой Вот Ответ Ты когда говорил Про тапос Здесь перевели На испанском Это означает Закуска Там и так далее Слово Говорит Испанцы Как бы Не спутали А то придут В бар И так далее Не знаю Не знаю Дальше Ингварис Задает вопрос В эфир Так ли необходимо Ходить на йогу Туда Где Сочетаются Все составляющие Поясню Меня мало Интересует Та философия Которая исходит От преподавателей Йоги Так как Для меня Она является Неполной Это вполне очевидно Если учесть Что информация Прошла через Несколько адаптаций Так какой смысл Постигать Чуждое Мировоззрение Пусть и Приближенное К нашему Мне кажется Что уж лучше Ходить туда Где она Преподается С толком Но как Полезная Гимнастика Вот Такой Интересный Вопрос Да Но Смотрите Я бы не сказал Что это Так далеко От нас Находится То есть Или далеко От нашего Мировоззрения Все таки Хоть мы имеем Эти писания Которые остались В Индии По многим Источникам Считается Что все Эти понятия И философии Мировоззрения Принесли Белые Люди Севера Возможно Что-то Изменилось И та же Самая Йога Которую Практиковали 2000 лет Назад Или Та же Йога Которая Прослеживается Из Ведических Писаний Как Раньше Ее Практиковали Это Очень Разные Две Вещи К той Йоге Которую Сейчас Мы Практикуем И Которую Мы Сейчас Находим Потому Что Мир Меняется Люди Меняются И Нужен Другой Подход Поэтому Можно Даже С Другим Мировоззрением То есть Не нужно Перенимать Все От А до Я То что Дает Учитель Или О том Что Рассказываю Я Я Сказал Это Один Из Путей В Йоге Нет Такого Понятия Как Принадлежности Какой-то Религии Или Мировоззрению Здесь Все Свободно И Открыто Человек Может Жить Тем Мировоззрением Которое Он Читает Нужным И Правильным Но Тем Не Менее Заниматься Йогой Как Физкультура Чтобы Поддерживать Своё Тело В Хорошем Состоянии Здесь Опять Же Очень Хорош Пример Распространённые Можно На горку Ити Разными Путями И Может Эта Гора С одной Стороны Покрыта Лесом А Другая Сторона Этой Горы Ничем Не покрыта А покрыта Голыми Булдыжниками И Камнями И Один Будет Спорить Вот Моя Дорога Через Лес Правильная А Второй Будет Говорить Нет Вот Моя Дорога Через Камни Правильная Но Тем Не Менее Все Они Выйдут На Тот же Пик И Когда-то Встретятся Так Или И Познать Что Все Является Одним Я Надеюсь Я Ответил На Вопрос Да Надеюсь Я Тоже Что Наши предки Когда-то Пришли К Дровидам И Нагам Принесли Туда Знания Дали Какие-то Техники Технологии Для того Чтобы Выживать Дали Инфраструктуру Общество Чтобы Не уничтожали Сами себя Не уничтожали Людей И Там Они Вот Зажили Счастливо И радостно Но Здесь Очень часто Приходит В голову Такое Сравнение Вот К примеру Пришел Какой-либо Ученый К Дошкольникам В детский сад И Принес им Туда Знания Упрощенные Свои знания Чистые знания Упрощенные Адаптированные Для понимания Этих Дошкольников И вот Дошкольники Вот этим Занимаются И Есть там Появились Учителя Которые Не идут В школу Которые Продолжают Дошкольниками Заниматься И Эту Практику Эти Знания Упрощенные Передают Дошкольникам То есть Одна группа Заканчивает Приходит Другая Группа И Эти Учителя Остаются И Продолжают Давать Причем Там Делится На Самих Дошкольников И На Верхнее Такое Управление Где Эти Учителя Уже Находятся Которые Практику Ученого Знания Ученого Адаптированную К Младшим Дошкольникам Или К Средним Дошкольникам Или Старшим Неважно Они Вот Он В свое Время Дал И Вот Это Продолжается Много 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 Лет А Потом Наступает Такой Момент Что Ученый Умер Ну Случается Семь смертно Ушел От этой Жизни И В конечном Итоге Кто-то Должен Занять Его Место И Забыто Его Чем Он Занимался На самом Деле А Вот Та Практика Которую Он Дал Она В детском Саду Присутствует И Вдруг Надо Чем-то Заполнить Место Ученого Появляет Человек Который Говорит А вот Я В детский Сад Сходил Оттуда Взял Эту Практику И Вот Здесь Ее Применяю Давайте Это же От Ученого Пришла Давайте Мы Сейчас Будем Всем Ученым Эту Практику Рассказывать Эти Знания Рассказывать Вот Многие Когда Разговор Заходит О Каких-то Древних Знаниях Которые Были Упрощены Адаптированы Для Определенных Народов И Которые Пришли С Севера Туда К ним Они Так же Соотносят Что Как Йога Была Или Какие-то Знания Были Адаптированы Для Тех Народов То же Самое Происходило В том Примере С Ученым И Детским Садом То есть Есть ли Смысл Упрощенную Форму Здравомыслие Не будет ли Это Нарушением Какого-то Смысла Жизни Ведь Упрощенное Это Упрощенное А Профессуре В упрощенных Знаниях Копаться Наверное Смысла Нет Вот поэтому Такой вопрос Скорее всего Возник Что ты скажешь По этому Хороший Вопрос На самом деле Я на него Постараюсь Ответить Смотрите Я согласен Что В какой-то Степени Эти знания На данный Момент Упрощены Но Источник Если мы берем Что эти знания Пришли из севера Или принесли Северные люди Источник Он тоже Сейчас Как таково Не существует И очень много Столетий Это все Преследовалось И вырубалось Как бы Обнем и мечом Я для себя Эти методики Нашел Как я уже сказал Эффективные Для восстановления Здоровья И для изменения Себя То есть Своей энергии Если Мне Кто-то Придет И покажет Знания Которые Более Целостные Или методики Личные Практики Духовные Практики Которые Более Целостные Объемные И более Эффективные Чем йога Я конечно Я конечно же Возможно И прислушаюсь Тоже Возможно Буду И их Применять Но На данный Мемент Поскольку Я уже Примерно Такое Говорил В одной Из своих Лекций Что мы Сейчас Оперируем Осколками Этой Некогда Большой Огромной Цивилизации С очень Большим Духовным Наследием И мы Сейчас Должны Эти осколки Собирать По крупинке И соединять В большую Понятную Для нас Картину Йогу Которую Сейчас Практикуют В Индии Ее Нельзя Даже Сравнить С той Йогой Которую Сейчас На данный Момент В нашем мире Практикуют Белые Люди То есть Даже Взяв Это Ну Понятие Или Эти Основы Которые Может Были В упрощенном Варианте У Белого Человека Есть Этот Потенциал Из Этого Упрощенного Сделать Опять Науку Для себя И восстановить Это все Знания И Изменить Их Так Чтобы Они Подходили Белому Человеку Допустим Это не Значит Что Это Учение Или Техники Только Для Адровидов Если Мы Возьмем Компетентные Писания По Йоге Более Древние То Это Целая Наука И Я Не Думаю Что Каждый Человек Даже Живящий В северных Широтах Поймет О чем Идет Речь Не Потому Что Это Какое-то Далекое Индийское А потому Что Наш Уровень Сознания За последние Века Настолько Понизился Как Я Считаю Что Мы Даже Все Что Нам Здесь Осталось В этих Осколках Даже Мы Из То есть Если Кто-то Найдет И Мне Покажет Познакомит Меня С системой Которая Мне Позволит Быстрее Двигаться На пути На котором Я Сейчас Нахожу То Я Соответственно Эти знания Приму Но Я Пока Не Встречался С практиками Личными То есть Здесь Суть В том Чтобы Изменить Свою Энергию Конечно Можно Поклоняться Богам Поклоняться Родным Богам И Предкам И Я Тоже Участвую На Славянских Праздниках Допустим Солнечных Летнее Зимнее Солнцестояние Это Для меня Тоже Очень Очень Важно И Важно Быть В С природой То Есть Но Для Себя Практика Моя Внутренняя То Здесь Я Взял Эту Систему То Систему Йоги Которую Я Нахожу К сожалению Только В Индийских Писаниях И По Мнению Компетентных Человек Индусам Нужно Быть В Какой Степени Благодарным Что Они Хотя Бы Эти Если Это Даже Осколки Но Они И Сохранили И Перенесли В Наш Мир Так Или Иначе То Есть Они Придержали А Вот На территории России Или Европы Очень Мало Что Осталось Из Таких Внутренних Практик Таких Как Йога То Есть Другим Словем Получается Так Профессор Умер А Его Знания Куда-то Там Запрятали Или Убрали Или Уничтожили Рукописи И Теперь Хочешь Не Хочешь Нам Приходится Обращаться Ну К Тем Которые Когда-то Давал Профессор Для Упрощенного К тому Что Есть Но Тем не Мы Стараемся Это Все равно Все Восстановить То Я Говорю Сейчас Не о Своей Белые Люди Или Славяне Арийцы Скажем Так Хорошо Так У нас Еще Музыкальная Пауза Напрашивается Давай Прервемся Буквально На Три Минуточки И Потом Продолжим Разбирать Вопросы И Отвечать На них Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что По одному Из современных Календарей 20 апреля 2016 года Среда По одному Из старинных Девятый день Месяца посева Наречения 7524 лета Вторник Йога В современном Мире Такова тема Сегодняшнего Эфира И главный Сведущий Евгений Минц Из Германии Я слежу За чатом Кстати В который Можете попасть Зайдя на наш сайт Народное Славянское Радио А сайт Можете найти Опять же По словам Народное Славянское Радио В любом Поисковике Так вот Слежу За чатом Очень интересно Здесь идет Беседа И вот Аргентинец Пишет Когда ты Сказал Что если Найдешь Что-то Более Древнее И так далее То будешь Это изучать И вот Аргентинец Написал Зашел на сайт Лапшинова Парень пытается Объединить Осколки Древних Знаний Понравилось Дмитрий Лапшинов Имеется ввиду Несколько раз Был у нас В эфире Хорошо Так Хотел Тебе Задать вопрос До того Как начну Дальше Продолжать Зачитывать Вопросы Скажи пожалуйста А ты вообще Помнишь Что с чего Что явилось Побудителем К тому Чтобы ты Начал интересоваться Нашей древностью Вот С чего вдруг Ну жил человек Начало В Союзе Потом В Германии И в общем-то Все нормально Хорошо Советское воспитание Потом попал В сытую Германию В Европу И что тебе не жилось Это нормально Что тебе как Обычному немцу Это не жилось Что ты там Полез в какие-то Дебри Вот давай С этого момента С чего вдруг Ну Какие-то жизненные Обсоятельства Они так Сложились Я уже В начале Немножко Об этом говорил Что Нужно было Искать Ответ Ответы Нужно было Искать На вопросы Ну почему Что-то происходит Так Допустим У одного человека Так происходит У другого Так происходит Ну и еще Скажу Что мы В те времена Увлекались Ну Роликами Там про НЛО Про такие вещи Там про Анунаков То есть Ну просто Время провождения Такое было Скажем так И когда-то Я наткнулся На лекцию Алексей Васильевич Трехлебова Когда он Рассказывал Об Анунаков И как нас Разводят За эти фантики Там буквально 6-7 минут Это было Я соответственно Давай там Русскоговорящим На работе Показал Смотрите Какой дядька Тогда он Нам еще Прикольным Оказался С длинной бородой Потом мне сказали Ты знаешь Он у него Есть лекции Там по часу По два часа И я Когда начал Это смотреть Все у меня там Внутри Во внутреннем мире Все встало Как бы с головы На ноги Выражусь так И я Начал потом Очень серьезно Изучать эти лекции Читать И поскольку Мне посчастливилось Что лет В 15-16 Мне попалась Такая книжка Где уже Описывалось Что наша душа Проходит определенные Этапы развития То есть Начиная с Минерального царства Потом переходя В растительный мир Животный мир И потом Только обретает Тело человека Там еще Описывались Ну Древние цивилизации По Тонувшей Атлантиды И Лемурия И Здесь Лекции Трехлебова Потом уже Вот 11-12 год Они где-то Нашли Как бы Точки Соприкосновения Уже в моем Внутреннем мире Что я уже До того Знал И Раскрыли еще Больший мир И более Интересный мир Ну Скажем так Это Сытая Германия Она С духовной Точки зрения Когда-то Она Все это Сытость Она Начинает Надоедать То есть Хочется Что-то Настоящего И чего-то Для души И поскольку Здесь Ну Некоторые люди Себя Ну Читают Так как Вот И в моем Случа Это так же Что ты Хочешь И стремишься Как бы В Россию И вот В русский Грегор Все-таки И то Что твое Детство Там прошло И вот Эта Глубинная Связь С русскими Традициями С русскими Сказками То есть Я разную Литературу Считал На русском языке Когда был Подростком И Меня очень сильно Тянуло В Россию На самом деле И очень сильно Этот мир Притягивал И когда Алексей Васильевич Трехлебов Его более целостно Еще начал Раскрывать Тогда уж Тем более Ну и он Поскольку Сам занимается Йогой И на своих Лекциях Упоминает О каких-то Йогических Практиках То есть Я пошел Как бы Ну По его примеру Или по его пути Которую он Предлагал И До сих пор Считаю его Как бы Очень компетентным Человеком Который очень много Для славянского Мира Сделал Для Всего Белого Населения Планеты Скажу так Я очень долго Искал его книгу Когда знал Что она вышла Примерно Целый год Обращался И здесь И в Россию Даже Вот Кощуны Финиста Нигде не мог Ее получить Ну соответственно Когда получил Потом прочитал Ее буквально В считанные дни И очень Тоже меня Это все Поддержало Ну Скажем так А потом уже Больше дальше То есть Если ты уже На этот путь Встал И хочешь По нему двигаться То ищешь Другие Какие-то писания Которые Люди предлагают Допустим Или читают Ведические Писания То есть История Даже не история А события Махабхараты Очень сильно Меня интересовали Поэтому я И эти книжки Стараюсь читать И изучать И там Находить Отголоски Того Что это были Да Наши предки И Наши предки Арии Которые Участвовали В этой битве И они Занимались Какими-то Югическими Практиками Конечно же Не такими Как у нас Сейчас Распространены У них Были Другое Исходное Положение У них Было То есть Они были Более здоровыми Более крепкими В те времена Чем Мы сейчас И Ну Не только Духовность А я считаю Что Психические Возможности Были В те времена Более развитые Чем сейчас Потому что Люди жили Ближе к истине То есть Ближе к природе То есть Они не были Окружены Вот этим Электросмогом И Всеми Другими Пагубными Веществами И Не жили в такой Отравленной Среде Как мы Сейчас И поэтому Я считаю Они по-другому Могли заниматься Йогой Чем Мы сейчас Ну Тем не менее И сейчас Она Нас Может Позитивно И хорошо Подействовать Ну Поэтому Если Кто-то К этому Стремится Возможности Навалом На данный момент И так В общем Торкнули Тебя Анунаки Анунаки Переводится По шумеру Это Сошедшие С неба На землю Да Понятно И вот Тут все И закрутилось Сын Да Сначала Сначала Тебе казалось Ты Хлебов Таким смешным Человеком С бородой А потом Как-то так Ты сам уже Проникся Понятно Кстати Ты вот Упоминаешь Книгу А книга В Российской Федерации Запрещена Кощеный Финист Ты так смело Ее так Упоминаешь В эфире Ага Ну я об этом Знаю Что она Запрещена Но я Не призываю Ее там Покупать Или читать На самом деле Ну вот У кого-то Она может Еще есть Там Из старых Тиражей Когда-то Где-то Что-то Продавались Или у друзей Или у знакомых Книга На самом деле Толковая И очень много Труда В эту книгу Вложено К сожалению Сейчас К очень Большому Моему Сожалению Что это Все запретили Потому что Некоторые люди Которые Эту книгу Читали Они говорят Что Это должно Преподаваться Даже в школах Маленьким детям То есть Те вещи Которые там Алексей Васильевич Собрал Ну В своем труде Ну Я так Видишь В общем Экстремисты Понятно Ну Кто-то может Так и оценить Или подумать Ладно Вопрос от Дмитрия Из Германии Евгений Здравствуйте Скажите пожалуйста А вы Семинары По осознанным Сновидениям Проводите И проводите ли вы Выездные занятия Благодарю Выездные семинары Я провожу По йоге По осознанному Сновидению Поскольку у меня Нет учителя Кто бы меня Этому научил Я пока Этим Не занимаюсь Но предлагаю Йога-лагерь В Германии Можно тоже найти На моем сайте Или даже на сайте Йога-лагеря Аура От клуба Омру Который предлагает Аура-йога Точка Ру Там Йога-лагеря По всей России Ну и даже Наш германский Опубликован Который будет Летом Проводиться Ну или соответственно Я думаю Мои данные Где-то можно найти И со мной Напрямую Как бы Выстроить контакт Если что-то Интересно То есть по По семинарам Или мероприятиям Которые относятся Ну к йоге Да Понятно А вот этот лагерь Как ты его называешь Хотя слово Лагерь Переводится Французско Как война Лагер Но все-таки Вот это вот Объединение людей Где оно будет Территориально проводиться Это что Сельская местность Какая-то Или это в городе Да Это проводится На природе То есть вот Первый раз Как я уже говорил В 2012 году Это было на Жане На Кавказе Ну река Жане Туда и Алексей Васильевич Приезжал И Андрей Верв Поскольку Эта идея Идет От клуба Омру У нас в Германии Тоже я нашел Ну кемпинг Плац Как он по-немецки Называется Где можно пожить В палатке Несколько дней И на природе Позаниматься йогой То есть вырваться Из города Из мегаполиса Побыть немножко На природе Восстановить свои силы То есть здесь Действует не только йога Здесь действует И сама природа Поскольку мы от природы Оторваны Относительно В большом городе Нам очень важно Как-то выбираться Все-таки На природу Ну если плюс Можно позаниматься йогой Это очень позитивно Я считаю И можно Как бы По-другому На свой мир Взглянуть Или на тот мир В котором мы живем В наших там Бетонных коробках Или в офисах Там находимся Когда то есть Здесь на природе Другое видение Появляется Здесь идет В чате Общение И такие версии По йоге Йога Это с высшим потоком Если живешь Как завещано Богами Это и есть Настоящая йога Скажи А в твоем представлении Вообще Слово йога Как-то По-русски Оно звучит Потому что У нас часто Потребляются Иностранные слова Как кажется Некоторым людям Но хочется Все-таки Слышать наши Древние слова Вот йога Что это такое На твой взгляд Ну вот Если брать Коруну Есть такая руна Она как бы Две стрелки Которые друг от друга Расходятся То есть Это с одной стороны Это расширение сознания Но Га Это путь То есть Йога Это путь Расширения сознания Да Так можно Простыми словами Объяснить Хорошо Что Ты вспомнил Об этой Руне Которая в Коруне Присутствует Да На самом деле Из нее Как некоторые говорят Потом появился Ин и Ян Это тот знак Соединения Одного с другим Когда несколько энергий Вместе объединяются И единство Борьба противоположностей И цельность мира Все вместе объединено Хорошо Хорошо Давай дальше будем смотреть Какие вопросы нам поступали Из чата Народного славянского радио Вопрос в эфир От Андрея Из Екатеринбурга Недавно В моем городе Убили хорошего тренера По йоге Начало такое Подскажите Книги На которые Стоит обратить внимание Для самостоятельной работы И по возможности Разделите их По группам Начинающим Опытным Гуру Учителям Благодарю Всех благ На пути Просвещения Так Хорошо Один момент Мне нужно Взять Вот Если Преподаватель Отсутствует Как это было В моем Случае Тоже Я начал С книги Которая называется Древние Тантрические Техники Йоги И Крии Это трехтомник Которые Сейчас Можно везде Купить на русском Языке И там Очень Подробно И начинается Все шаг за шагом То есть Для любого Начинающего Это очень Хорошая книжка Но она Также И углубляется То есть Там Вся суть Йоги Можно ее там Найти Даже даются Практики На каждый день И последовательности То есть Как эта практика Потом Из месяца В месяц Наращивается Затем Есть Хатха Йога Прадипика Описание Тоже Которое Подробно Описывает С чего Нужно Начинать Подробно Описывает Очистительные Практики То есть Кри Или Шаткарма Они так Называются Но Описание Асан Здесь Довольно Мало Асан В этих Книжках Описано То есть Для этого Вам Нужна Какая-то Энциклопедия По Асанам Ну Если Вы Занимаетесь Йогой Или Хотите Дальше Продвигаться То Описание Асан Есть У Айенгара Хорошие Книжки Этот Дядька Тоже Основополагатель Своей Школы Он Подробно Описывает Асаны И Практики Хатха-йоги То есть Здесь У нас Уже Есть Хатха-йога Прадипика Древние Тантрические Техники Йоги И Кри Если Вас Больше Философия Йоги Интересует Или Внутренний Путь Внутренней Практики То есть Когда Я говорю О внутренних Практиках Это Концентрация Или Медитация Тогда Я рекомендую Йога Сутры Патанжали Там Суть Самой Йоги Описана То есть Начинается С того Что такое Самадхи Как К этому Приходится Внутренний Вот этот Путь Последовательный Я тоже Коротко Уже О нем Упомянул То есть Яма Не яма Потом Идет Только Асана То есть Практики Для тела После Этическо Нравственных Принципов Когда Человек Их Освоил Затем Дыхательные Практики Затем Уже Начинается Концентрация И сборка Внимания Внутри Себя Для того Чтобы Человек Перенести Своё сознание На другие Тонкие Носители То есть На другие Тонкие Тела И оболочки Здесь Тоже Подробно Все Описывается Она Даже Считается Наукой Йоги Еще Поскольку Я уже О Махабхарате Упомянул Древние Источники Они Имеют Такой Фактор Что Если Мы Живем Не один Раз И Если Вы В течение Прошлых Там Пяти тысяч Лет Уже Перевоплощались На этой Планете И в этой жизни Столкнулись С Йогой То возможно Вы уже С Йогой Сталкивались И в Прошлых Воплощениях Поэтому Читая Эти Древние Источники Вы Как бы То Что Уже Есть В вашем Внутреннем Мире Что-то Сможете Вытянуть На поверхность Поэтому Рекомендуется Даже Махабхарату Читать Изучать Йога Васиштха Есть Писание Которое Больше Относится К Адвайте Веданти Хотя У них Свой Определенный Взгляд На мир Но Тем не менее С этим Писанием Тоже Можно Познакомиться Также Как Поддержка На пути Йога Можно Обратиться И к Буддизму Но Нужно Понимать Что Учение Будды И Буддизм Как религия Это Две Разных Вещи То есть Что-то Похожее Мы видим В учении Иисуса Которого Обучали Ведические Волхвы И То Что Сделали Как Религия Христианство Это Уже Тоже Две Очень Разные Вещи Поэтому Да Можно Обращаться К учению Будды Какие-то Изучать Сутры Но Понимать Что Буддизм Который Практикуют На данный Момент В разных Странах Опять же Здесь Идет Толкование Как Мы Это Видим В Индии Что Возможно Они Эти Знания По Своему Начали Толковать То есть Каждый Народ Видит Мир И Воспринимает Мир По Своему Поэтому То Как Видят Индусы Йогу То есть Мы Я Так Больше Чем Уверен Даже Мы Видим Может Немножко Иначе Также И Учение Какого-то Высокопродвинутого Существа Или Души Тоже Каждый Будет Воспринимать По Своему Но Человек Сам Допустим Если Я беру Книгу Как вот даже Сергей Данилов Говорит Вы Не Всегда Читайте Умом А Читайте Сердцем То есть Или Грудным Энергетическим Центром Если Это Ваша То Вам Это Будет Более Понятно И Приемлемо Если Это Не Ваша Ну Ищите Дальше Допустим То Что Вам Больше Подходит То Что Вам Будет Понятно Возможно То Что Вам В прошлых В прошлых Жизнях И Здесь Мы Только Продолжаем Действовать Дальше Там Где Мы Закончили Когда-то Хорошо Ну Основные Источники Наверное Ты Перечислил Я думаю Что Если Будет Интерес То Каким-то Образом С Тобой Люди Свяжутся Кстати А с тобой Связаться Где-то Может быть Вконтакте Или Какие-то Вконтакте Просто Евгений Минц Если Вы Наберете Можете Мне Также Там Задать Какие-то Вопросы Или Через Емайл Ойген Минц Однерочка Собака Gmail Точка Ком Ну Проще Всего Я думаю Вконтакте Или На Фейсбуке Потому Что Я думаю Многие Сейчас Люди Находятся В соцсетях И Можно Мне Поставить Вопрос Через Интернет Написать Связаться В любое Время Постараюсь Ответить Если Найду Время Следующий Вопрос От Олега Из Иркутска Евгений Здравия Как Совместить По твоему Мнению Такие Тяжкие Преступления В человеческом Обществе Как Торговлю Органами Изощренные Убийства Умертвеления Младенцев Прививками Ведической Ведической Среде Мнением Что Безволи Всебога Творца И волос С невинного Человека Не упадет Что Всеблагой Творец Желает Своими Творениями Людям Преждевременной Смерти Страданий Какие В таком Разе Уроки Проходят Эти люди Умертвленные Таким Способом Благодарю Да На самом деле Очень Серьезный Вопрос Но я Хочу Подойти Со Следующей Точкой Зрения Когда-то На планете Существовали Более Светлые Времена Которые Называются Сатья Юга Или Золотой Век Век Праведности И Люди Жили По Другим Совершенно Принципам По Другому Мировоззрению Но Тем не менее Человек Должен Познать И Светлую Часть Мироздания И Темную Часть Мироздания И Только Когда Он Две Стороны Медали Постигнет Или Поймет Он Тогда Я думаю Более Приблизится К понятию О Боге О том Что Бог Из себя Представляет Просто На данный Момент У нас На планете Царит Калиюга Век Мрака Век Воин Раздоров Век Лицемерия Но Мы Так или иначе Тоже Должны Это Познать Люди Которые Сильно И серьезно Опираются На Принцип Кармы Они Бы Ответили Что В этом Случае Если Человек Умерщвляют Прививками Что Он Это Не Значит Что Где-то На Этой Планете Было Может Быть Да Но Может На Других Планетах Когда-то Человек Таким Умерщвлением Занимался Или Давайте Отойдем Из Другой Точки Вот Люди Которые Сейчас Этим Занимаются Которые Торгуют Органами Которые Умерщвляют Там Детей Или Даже Взрослых Через Прививки Как Таким Людям Поставить Голову На Место И Здесь Мы Опять же Возвращаемся К Карме То есть Чтобы Такие Люди Которые Пагубными Действиями Такими Занимались Чтобы Им Поставить Мировоззрение И голову На Место Они же Сами Должны Пережить То есть Как Ударишь Так И Получишь Тем же Концом По Такому же Месту И Поскольку У нас Сейчас Калиюга У нас Появилась Возможность Отработать Эту Негативную Карму Поэтому Здесь В Калиюгу Перевоплощаются Души С Негативной Кармой Ну Получается Так Что Их Травят И убивают И торгуют Их Органами И Я Считаю Если Человек Здравомыслящий Живет И Развивается Работает Над собой То Меньше Негативных Влияний Или Меньше Событий В его Жизни Будут На самом Деле Приходить Но Плохую Карму Тоже Нужно Отработать Иначе Мы Не Сможем Двигаться Дальше То есть Это Один Фактор Второй Фактор Познания Мира Как И Светлого Так И Темного Для Личного Совершенства Но Понимаешь Ты говоришь Для того Чтобы Осознать Ведь Осознанность Если мы Говорим Про Человека Она Идет Через Мозг И Если Ребенок Маленький Которого Мозг Еще Не Развит Он Еще Этого Мира Не Увидел Не Почувствовал Вдруг После Прививки Умирает То Какую Осознанность Он С собой Может Вынести В тот Иной Мир У 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 другие тела познания этого мира, то есть мозг, он считается только органом, который обрабатывает сигналы, которые приходят из пяти органов чувств, то есть наше зрение, вкусовые ощущения, тактильные, а другие тела и оболочки, которые мы уже забираем с собой в другие миры, они стягают информацию в другом спектре, скажем так, и более целостно, и ребёнок, даже, скажем так, который умирает в юном возрасте, я считаю, что его тонкие тела и оболочки всё равно осознают, что с этим ребёнком происходит, и на этом более тонком уровне всё равно изменение сознания происходит, и однозначно, что отработка каких-то кармических здесь последствий происходит, я считаю так. – То есть мы просто должны какое-то другое слово подобрать, потому что сознание, сознание – это когда есть тело и есть сознание, значит, что-то другое должно быть. Ладно, понятно. И тоже слово «планета» всё-таки оно не наше, оно не означает Землю, а мы же говорим про Землю, планета означает «блуждающая звезда», поэтому если мы говорим про Землю, то мы должны применять, наверное, слово «Землю» в данном случае. Хорошо, значит, ещё такой-то вопрос. Если вдруг, как ты говоришь, вот ребёнок получил некую дозу прививки или кто-то там ГМОшку скушал или что-то ещё, в общем, отравили его, и он помирает. Да, он получил обратку, если у него была кармическая связь, он получил обратку. Но ведь тот, который сделал это уже в этой жизни, отравил человека, уничтожил человека, убил, торганул его органами, это же создаёт новую кармическую завязочку, которую в дальнейшем придётся распутывать. И тот, кого убили, в следующей жизни должен будет что-либо вернуть опять тому, кто это сделал. И мы включаемся вот в этот самый круг, который больше свойственен не людям расы, а людям других народов. Да, мы включаемся в этот круг и однозначно любое действие, оно либо развязывает кармический узелок, либо завязывает, либо оно происходит одновременно, что что-то отпускается, развязывается, что-то новое завязывается. То есть, эта кармическая сеть, это очень, очень такое, скажем так, комплексная, сложная вещь, что из неё вырваться и выйти не так уж легко. То есть, простыми словами объяснить, вот мы машину разогнали, мы не сможем её остановить, допустим, за долю какой-то секунды. У нас всё равно на торможение, в зависимости от скорости, сколько понадобится, там, 2, 3 или 4 метра на торможение. Также и душа человека, если она по инерции какую-то скорость по какому-то направлению обрела уже, то остановиться оно за одно какое-то событие, за там, одну смерть или за одно перевоплощение, это не получится. То есть, вот эта тенденция, она может идти, там, несколько жизней, что у человека будут вот эти негативные последствия его поступков, проявляться вновь и вновь, пока не придёт такое осознание и не придёт сила вытянуть себя самого. Вот из этого, как бы, круга перевоплощений или из вот этого круга «я ударил, меня ударили», «я ударил, меня ударили». На самом деле так и происходит из жизни в жизнь. И на самом деле происходит так, что люди, которые враги, они в прошлой жизни были друзьями. В следующей жизни они опять будут друзьями, потом опять враги. То есть, это очень, как бы, ну, комплексная вещь. Это понятно. Я вот к этому к тебе и подводил, что вот то, что ты сказал изначально, это послечённый вариант. И он ведёт к продолжению этой кармической завязки и разрыва никакого не получается. Ты отравил, тебя отравили. Ты продал, тебя продали. Там, ты убил, тебя убили. И так они будут продолжать туда-сюда этот шарик гонять, по столу. Поэтому, да. Вот здесь необходимо какие-то давать другие решения для того, чтобы выйти, другие способы для того, чтобы выйти из этой ситуации. То, что ты сказал, это нас опять же будет продолжать удерживать в этом кругу. Что опять же, ещё раз повторюсь, на мой взгляд, несвойственно белому человеку, абсолютно несвойственно. Наша задача за одно воплощение пройти всё необходимое, взять багаж и идти в другое воплощение уже, другие миры, с другими измерениями и так далее. А мы, прощая, как белки в колесе, вот крутимся, всё больше и больше нас закручивает, и перерождение постоянное, постоянное в одно и то же, в одно и то же, уже как день сурка такой получается, только немножечко, ну, как-то продолжительнее, чем один день. Вот о чём я. Ну, давай сейчас мы на музыкальную паузу ещё прервёмся, а потом эту тему поднимем с тобой. Хорошо. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 20 апреля 2016 года среда, по одному из старинных девятый день месяца пассива на речении, 7500 до четвёртого лета, вторник. Йога в современном мире – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Евгений Минц из Германии. Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата Народного Славянского Радио. Как уже в чат попасть, много раз говорил, как зарегистрироваться тоже. Также напомню, что работает форум на сайте, очень там много полезной информации. Также работает первая славянско-защищённая социальная сеть, куда вы можете войти, можете переписываться, не опасаясь за то, что кто-то уведёт ваши какие-то данные, и потом вдруг вам начнут письма счастья приходить непонятно откуда-то. Также есть канал Ютуба, куда выкладываются записанные видео, видеоформат переведённые наши эфиры живые. Но сразу предвижу вопрос, почему в эфирах музыка вырезается. Так вот как раз из-за того, что Ютубе мы стали публиковать, то Ютуб стал предъявлять нам следующие требования. Докажите, что музыка у вас лицензионная. Предъявите договора о том, что вы имеете право крутить эту музыку у себя на радио. Если нет, тогда вырезайте. Поэтому для того, чтобы слушатели наши могли в Ютубе слушать эти эфиры, смотреть, нам приходится музыку убирать. Если хотите слушать музыку и наслаждаться вот этим, что вы слышите, атмосферой музыки, то тогда заходите в живые эфиры, слушайте, и будет вам счастье. Итак, мы говорили про карму. И, в общем-то, до музыкальной паузы я задал вопрос, как же более правильно развязать вот эти кармические связы, а не переходить на принцип «ты дурак, сам дурак». Я тебе в глаз, и ты мне в глаз. И так будем бесконечное количество времени здесь болтаться, болтыхаться. Потому что, напомню, на мой взгляд, все-таки для расы свойственно. Расы – это неуничижительно. Сразу вот еще скажу тем, кто не любит какие-то там… Кто, вернее, чувствует в этом какие-то уничижения других народов. Слово «табула раса» означает «белый табель», «белая доска», «белый бланк» и так далее. Это латинское слово «раса» означает «белый». Слово «раса», «раша» – это «белая». И Россия, раса, Россия, руса всегда называли, потому что она была белая, населена была белыми людьми. Никакого здесь нет шовинизма, нет никакой дискриминации других народов – это просто факт, который существует во всем мире, признан. Так что вот сразу предупредил о том, что слово «раса» здесь применяется не как превосходство над кем-то другим, а просто как данность тому, что существует в международном праве и в каких-то там еще других делах. Так вот, для расы свойственно было всегда то, что за одно воплощение необходимо было пройти необходимые уроки и дальше идти по пути золотого восхождения в другие миры, где больше измерений, для того, чтобы становиться самому уже создателем, самому становиться творцом и уже потихоньку-то потихоньку переходить в мир богов, то есть из уровня аза, то есть бог на земле, переходить в уровень бог небесный. А мы сейчас находимся вот в этом кругу, как другие народы. Вот давай поговорим, как же более правильно выходить из этой ситуации. Смотрите, давайте вернемся в прошлое и поговорим о сословиях. Если мы применяем слово аз, то в моем понимании это из четырех сословий уже самый высокий уровень. Здесь я согласен, что человек уже должен там за одно или за последнее уже перевоплощение достигнуть совершенства. Но у нас есть же такие понятия, как смерть, вети, витязь, волфх или жрец, вот четвертое сословие, самое высокое, о котором я говорил. И считается, что на каждого из этих людей даже карма и кармические последствия, они действуют иначе. Почему в Бхагавад-Гите Кришна Арджуни говорит, что пусть плохо исполнить свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. То есть в такой ситуации, если, допустим, вы видите, что человека, допустим, кто-то погубил там прививками какими-то, смотрите, то как должен в этом случае поступить весь, то есть добропорядочный человек, который живет, ну скажем так, сейчас в нашем социуме, имеет, может, какой-то свой бизнес или что-то производит, допустим, или ремесленник какой-то, как он должен поступить в такой ситуации? То есть раньше было так, что человек, если он не мог сам пресечь преступления своими силами физическими, он был вынужден обратиться к Витязю. В былые времена Витязи были немножко другими, чем сейчас. Они стояли во главе общества, они были руководителями общества и они защищали общество от таких проявлений, которые мы сейчас видим. Останемся на примере прививок. Витязи, в свою очередь, никогда бы не допустили таких вот несправедливостей, которые сейчас происходят в нашем мире, настоящие Витязи. Поэтому считается, прогремела Махабхарата по земле, чтобы все добропорядочные Витязи были уничтожены, чтобы Калиюга могла здесь распространиться. Спорить о том, входило это в планы богов или демонов, это уже другой вопрос. Я считаю, что и те, и те к этому стремились, чтобы мы пережили этот негативный опыт. То есть, так Витязь должен действовать в ситуации. Волф же, конечно, если к нему что-то такое пришло, допустим, какой-то негатив, то он уже осознает, если мне идет кармический возврат, и я достойно его не переживу, я не смогу двигаться дальше. С другой стороны, любой представитель высшей, скажем так, высшей варны или высшего сословия, тот же самый Волф или Брахман, если к нему пришли какие-то убийцы с пистолетом, то значит он должен понимать, он какую-то ошибку допустил. И для истинного чистого Волхва или Брахмана такое даже немыслимо, чтобы к нему какие-то негативные вещи назад возвращались, потому что он всю дурную карму на своем пути уже должен пережить. Но, соответственно, для Веси или даже еще хуже Смердов, почему человек перевоплощается в самой низшей касте Смердом или Шудрой, как это говорится, считается, что он все свои благие заслуги, либо у него их не было, либо он их потратил на сиюминутное удовольствие. То есть он не накопил достаточной энергии, чтобы получить благоприятное перевоплощение. Другие же люди или души, которые перевоплощаются в более высоких сословиях или варнах, они уже накопили достаточно энергии, то есть энергии благодарности, поскольку они культивировали общество и помогали другим, то есть жили не для себя. Здесь опять же фактор эгоизма присутствует. Чем выше мы поднимаемся, то есть от Смердов к Волхвам, тем меньше присутствует эгоизма. То есть Смерд, он еще на 100% только для себя живет, его другие не интересуют. Поскольку дальше, если душа развивается, веси или вальшу трудящиеся, они живут еще для себя, то есть у них крепкая семья, должна быть хорошая профессия, какое-то благосостояние, к которому они стремятся. Но и какую-то часть они отдают обществу, то есть поддерживают общество. Витязь уже больше сил, своей энергии отдает обществу на того, чтобы общество облагораживать, чтобы его защищать и не допускать таких вещей, которые сейчас у нас, к сожалению, происходят. То есть больше Витязь отдает другим, чем себе. Волхвы или жрецы или брахманы, они уже себе только энергии оставляют ровно столько, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Всю остальную силу, все остальные усилия, они отдают обществу. То есть те же самые русские святые, которые на Руси жили или другие основоположники каких-то религий, то есть они полностью жили для других людей. Поэтому я считаю здесь более разумный подход. То есть если кто-то ко мне пришел меня ударить, возьмем или там с шприцом, с какой-то прививкой пришел, если я весь, я должен так реагировать, если я витязь, я должен реагировать по-другому, если я считаю себя представителем высшего сословия, то я должен опять по-третьему реагировать. Потому что есть одна такая притча, что один великий практик, он сидел, практиковал и не мог продвинуться в практике. Потом пришли по нашим словам рикетиры и начали его просто подымать и бросать на землю. Он им не сопротивлялся, потому что он знал, что здесь его дурная карма выходит. И только когда эти рикетиры над ним посмеялись и ушли во своясе, он сел дальше практиковать, только после этого он добился каких-то высот, к которым он стремился. Витя же, соответственно, должен им по шее надавать, этим рикетирам. Вот я так считаю. Что у каждого человека другой подход должен быть индивидуальный. Я вот из чата зачитаю переписка. Нужно аскезой заниматься. Аскеза позволяет сжигать накопленную негативную карму. Аскезы сжигают, ответ идет, но личные привязки не убирают. Ну, как видишь, вот такая у нас идет беседа милая в чате. За ним я одним глазиком наблюдаю. Так, давай дальше посмотрим, какие у нас вопросы еще появились во время нашей сегодняшней беседы. Про это поговорили. Вопрос в эфир. Наставничество. Один из толпов обучения чему-либо у азиатов, особенно если учесть их сильную тягу к слепому преклонению перед авторитетами. Может, кто-то со мной не согласится, но в нашей среде основами развития человека всегда было воспитание и взаимодействие с другими людьми. Может быть, нам не нужно искать духовных учителей, а просто делиться знаниями друг с другом? Да, благодарю за вопрос. Очень хороший вопрос на самом деле. Смотрите, в каком-то из писаний стоит, что наставничество это как ряд слепцов, которые друг другу держатся за подол и даже не знают, куда первые их там ведет. То есть, моя рекомендация всем выстраивать взаимоотношения с богами напрямую. То есть, наставник, он может нужен на каком-то этапе, или наставник, он только показывает путь, но человек должен идти самостоятельно, своими ногами и самому продвигаться. Выстраивать напрямую взаимоотношения с богами те, которые вам ближе. Ну, славяне будут больше родным богам выстраивать взаимоотношения. Кто-то там больше, кто тендирует, допустим, к индуистскому мировоззрению, ну, будет из индуистского пантеона богов выбирать. Но если мы возьмем ту же самую ладу, богородицу, она у индусов присутствует как лакшми. То есть, боги это просто энергии. И мы, может, их быть по-разному называем, или даже спорим, какой там выше, или какой вообще существует, какой не существует, но на самом деле мы, как вот я уже говорил, мы эту гору видим каждый из своего ракурса. И где-то эта гора там лесом порощена, где-то там пустыня. Но тем не менее, мы идем все к вершине. А вершина это наше личное развитие и наша личная трансформация, как ты уже говорил, в более, ну, то есть, в существо более высокого порядка, чем человек. Может быть, нам не стоит так упрощать по поводу богов, что боги – это энергии, поскольку также можно судить о том, что след от человека – это и есть сам человек. Ведь боги – это существа более высокого уровня развития, обладающие большим количеством знаний, ведовства, веды, и которые могут проявляться в разных измерениях. Поскольку мы живем в трехмерных плюс четвертой – это время измерения, а там это может быть 16, 32, 64, 128, ну и так далее измерений. И для них, например, ничего не стоит остановить наше время и как-то повоздействовать на него. И они могут быть проявлены здесь. Например, как вот я уже привел след, со следом пример, что прошел человек, след остался. Кто-то по этому следу определяет, что это был за человек. Или сидишь с закрытыми глазами, у меня проходит человек, какой-то запах, аромат духов или ветерок прошел. Кто-то говорит, а, ну это вот такой-то прошел. Или ты позвонил кому-то, раздался телефон, смотришь на телефоне, а, ну этот Алексей мне звонит, например. Или там что-то сделал, следа вроде никакого нет, но здание построено, а, это вот такой-то человек делал. Вот даже о человеке мы можем говорить совершенно разные вещи об одном и том же человеке. И о том, что он и след оставляет, и от него есть какие-то энергетические посылы в этом мире, изменения, возмущения, и какие-то постройки, и передача информации и так далее. А уж что тогда говорить про богов? Меня всегда несколько смущает, когда люди начинают упрощать богов. И сводят их до каких-то природных явлений, или сводят их до какой-то энергетики, или сводят их для упрощенного представления человечка на облачке, или в какой-то там тарелочке пролетевшем. На мой взгляд, такое упрощение, оно свойственно больше не азу, а свойственно больше человеку. Тот, который воспитан, был в дуальной системе, и который долгое время мечтает выйти из этой системы, но при этом за эту систему держится как клещ за какой-то вкусный кусок пробегающего животного, например. Да, с одной стороны я согласен, но для меня энергия, или термин энергии, он очень растяжимый, и можно очень много под этим термином подразумевать. То есть, я считаю, физический мир – это тоже определенная энергия, но она более грубого порядка. Есть, допустим, более тонкие энергии, более объемные, более сильные, более слабые, поэтому для меня это такой более универсальный термин, но, соответственно, да, просто энергия в понятии простого человека, Бог на самом деле не может быть никак, потому что это персонифицированное, высокоразвитое существо, которое имеет очень большую силу и влиятельность. Да, если же мы говорим о богах, ты сказал, вот в Индии есть вот это, у этих есть вот это, там, то есть это, у нас есть вот это, то в этом случае здесь, наверное, ориентироваться очень просто. Есть определенные, скажем так, энергетические проявления, схожие. Ну, например, как вот две дамочки иногда идут с закрытыми глазами, что-то у них проходит, и чувствует, они намазаны одинаковыми духами. Ну, попробуй их разделить. Или поют две женщины или два мужчины, а у них очень похожие голоса. Ну, попробуй разделить, да, или кто-то кого-то пародирует. С одной стороны, вроде и голоса похожи, вроде бы и деяния похожи, а по сути это разные два существа. Вот, поэтому здесь, наверное, проще ориентироваться так. Смотрите по роду своему. Вот что вам ближе по роду, что идет по вашему роду, вот зато и держитесь, на мой взгляд. Это самый-самый простой ориентир в этой жизни. А когда мы начинаем сравнивать Кришню и Кришни, например, там, и Лакшми, там, еще кого-то с кем-то, да, то в этом случае мы можем себя в дебри завести очень, скажем так, опасные. Это так. Но все-таки, возвращаясь к вопросу о наставничестве, вот смотри, здесь прозвучали слова «наставничество», «учитель», да, на мой взгляд, здесь не противоречит одно другому, потому что есть родитель, есть учитель, есть наставник, есть духовник, да, это люди, которые занимаются каждым своим направлением. Наставник и учитель – это не всегда одно и то же, как и родитель, например, и учитель – это не одно и то же может быть. Хотя родители могут быть и наставником, и учителем, да. Вот давай здесь коснемся все-таки, если вернуться к вопросу-то. Так, ну а в чем конкретно вопрос? Ну вопрос-то был, нужно ли нам слепо поклоняться, как это у азиатов? Нет, слепо ни в коем случае, конечно же, не нужно никому поклоняться, но я повторюсь, да, если наставник нужен или духовный учитель на начальных этапах, на начальных этапах он и нужен, но духовный учитель, он тебе может показать дорогу, а то есть взаимоотношения с богом. Это уже наставник, когда он тебе показать дорогу, он наставляет на путь. Тут опять уже, сам уже в терминах половой, что это называется. Учитель, кто-то учит, читать, 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 читать. А наставник, который наставляет. Вот когда тебя наставили на путь истинный, вот это наставник. Учитель, который тебе дал какую-то информацию, научил чему-либо. Как идти по этому пути? Духовник, который тебя поддерживает и не дает тебе уклониться, то есть там волк или жрец или кто-то еще. Отец или мать там или папа с мамой, те, кто тебя породили, ну, родители твои. То есть, мне кажется, здесь вот уже как бы отвечает тому, кто задал этот вопрос, не надо так все упрощать. На каждом этапе, и ты уже начал об этом говорить, просто я тебя немножко перебил, извини, конечно, что на каждом этапе необходимо иметь и своего учителя, и своего родителя, своего учителя, своего наставника, своего духовника. Но слепое поклонение, о чем мы здесь уже говорили, наверное, это не наш метод. Вот если хочешь, пожалуйста, добавь. Не наш однозначно. Я повторюсь, что нужно с богами выстраивать взаимоотношения напрямую, без подсредника. Это более правильный подход будет. Да, иначе это будет вращаться в религию. Да, не нужно, да, тогда уже не нужно никому верить, а тогда человек уже знающий, допустим, а не верующий или религиозный. Ну, в этом случае тогда уже ведущий человек, а не знающий, ведущий. Хорошо, будем считать, что разобрали. Вопрос следующий от Олега из Иркутска. Евгений, скажи, пожалуйста, почему у многих людей, в том числе и в ведическом славянском мире, при их разговоре с людьми с другими кастами, варными, начальством, чиновниками, меняется интонация голоса, форма, подача разговора и так далее. Например, с людьми с высоким социальным статусом, с нисходительной интонация, а с простыми людьми, менее уважительные отношения. Что это, по твоему мнению, заигрывание перед начальством, определенное самоутверждение, синдром малодушия, дешевого человека или это врожденная или выработанная невозможность или нежелание жить по правде, справедливости? Благодарю. Так, ну я думаю, здесь опять же индивидуально нужно смотреть и почему человек так себя ведет, но я считаю больше, что это наше общество, то есть это где-то кореница воспитания, но не воспитания не только родителей, а вся система воспитательная, то есть школа, затем, соответственно, другие учреждения, которые нас воспитывают и так уже, что человек, он смотрит, как другие поступают, то есть иногда, к сожалению, человек перенимает вот эти образы или шаблоны поведения от других, то есть если другой человек так обращается, допустим, к более низшим людям, то он это берет так как в порядке вещей, потому что люди очень часто, опять же, к сожалению, как бы идут как бы массой, то есть если все это делают, значит мне тоже нужно таким быть, то есть никто не хочет быть индивидуальностью, то есть все хотят как бы быть, ну извиняюсь, даже не все, а многие, к сожалению, быть как бы нормой, может это даже и свойственно человеку от природы, чтобы быть нормой, но не нужно быть нормой в неправильном обществе, то есть если человек видит какую-то несправедливость или что кто-то неправильно поступает, нужно все-таки быть самим и жить по совести, то есть если внутренний голос тебе говорит, поступай так, ты считаешь, что это твоя совесть или божественный голос, который тебе подсказывает, то нужно так действовать, но почему люди так обращаются с другими, я считаю, что это как бы отголосок нашего общества и тех неправильных понятий и мировоззрений, которые, к сожалению, здесь сейчас царствуют, здесь это у нас тоже так же все в принципе, как и в России, в этом плане. Я с тобой согласен, мне кажется, здесь просто-напросто сидит вирус, некая зараза, которая людям не дает в полной мере себя проявить, то есть это поджатие хвоста, о котором писал Олег перед начальством и подъем хвоста вверх перед более низшим или подъем шерсти перед равным тебе для того, чтобы подраться с ним, это всего лишь навсего паразитарная такая прививка, которая была сделана когда-то в мозг человека, и она мешает жить. Вот когда человек освобождается от этой дряни, вот тогда он становится человеком во всех смыслах этого слова. Я здесь им говорю, написал, люди, да прекратите его заморачиваться про карму, просто надо жить по совести, ничего не отрабатывать не надо будет, и ничего отрабатывать не надо будет, все само через тебя пройдет, и понимание произойдет. Да, правильная речь, я еще не сказал о понятии а-карма, то есть если человек живет по совести, и каждое утро встает и говорит Всевышнему, да будет твоя воля, но не моя, и так он руководствуется Богом, он живет по плану и по промыслу Бога, тогда он карму не накапливает, или когда человек действует эгоистически, когда он себя считает круче всех, умнее всех, и неправильно поступает. А если жить по воле и по промыслу Божьему, то, соответственно, и карма не будет накапливаться. Хорошо, у нас приближается музыкальная пауза, но поскольку у нас идет активный такой диалог, активные беседы, отвечая на вопросы наших радиослушателей, то я думаю, что обойдемся без музыкальной паузы, тем более, что вопросов осталось не так много. Следующий вопрос от Ингварь. Меня несколько смущает, если мы все время занимаемся отработкой негативной кармы. Тогда получается, что мы изначально не развиваемся, а деградируем. Раз уж мы приходим в этот мир с негативным грузом, он же должен откуда-то взяться. То есть хороший, правильный человек наделал гадостей и опустился на первый круг ада. Если опять накосячил, а не отработал, то на второй и так далее. Может быть, правильнее воспринимать нашу жизнь как наработку правильных качеств, знаний и так далее. То есть мы учимся в школе, а не отрабатываем наказание в тюрьме, а то опять получается изначальная греховность. Ну вот об этом, кстати, мы уже поговорили, но я думаю, что можно... Я еще пару слов добавлю. То есть здесь не нужно воспринимать, что мы отрабатываем только негатив или вообще что-то отрабатываем. Оно все находится в балансе. То есть если у нас и есть что-то негативное отработать, то эта карма должна еще проявиться. И если мы духовно и нравственно развиваемся, то даже если мы когда-то накапливали негативную карму, у него не будет возможности даже проявиться. То есть тогда мы будем уже более уверенно и быстрее двигаться по пути развитию. Конечно же, если наша энергия будет слабая, то негатив может какой-то проявиться в таком случае. Это подобный пример, что вот у каждого человека в желудочно-кишечном тракте живет очень-очень много бактерий разных. Если бы какие-то из этих бактерий взяли вверх, а человек бы быстро умер, он бы не смог существовать. И там у нас тоже определенный баланс разных бактерий присутствует. То есть хорошие бактерии, они сдерживают вот этот натиск пагубных бактерий, и человек остается живым. Также и наши кармические энергии. То есть у кого-то они находятся в балансе. Если позитивное его действие, позитивные деяния из прошлого у человека довольно сильны, то негатив даже не сможет проявиться. И тогда человек двигается в правильном направлении, я считаю. Хорошо. Вопрос в эфир от Станислава. Когда Меркель пнете и присоединитесь к России, к Руси? Да, к сожалению... Попал ты, да? Попал на вопрос. Отдувайся за всю Германию. Если вопрос такой, да, политический, то я должен сказать, что очень многие политики здесь, они так же, может, как и в других странах, не буду называть их по их названию настоящему, живут люди, которые к немцам очень мало отношения, то есть коренным немцам имеют. И поскольку они уже здесь очень сильно закоренились и у власти, здесь также происходят такие вещи, как и в других странах, что если какой-то из политиков выбирает более правильный путь, то вдруг в регионе, где этот политик руководит или чиновник, то может тоже какие-то происходить аварии. Вот последний раз было, что у нас же Баварский министр-президент поехал к Путину и, соответственно, другим здесь власть имущим это не понравилось. И вдруг нечаянно у нас тут поезд сошел в нашем регионе с рельс и тоже по очень таким странным обстоятельствам, и никто не может до конца определить причину вот этой аварии. Ой, неужто Путин там что сделал? Да, да, да. На Путина на самом деле очень такая серьезная пропаганда уже давно льется на Россию, но очень многие немцы все равно сейчас проснулись, они понимают это все и действует, но пока еще очень мало. Пока вот этот эффект сотой обезьяны или критическая масса она еще не набралась, чтобы сделать здесь какую-то революцию или переворот. Ну и не факт, что оно все таким путем пойдет. Может оно и мирным путем, конечно, это как-то звучит как утопия какая-то, что мирным путем все пройдет, но ощущается, что более светлые энергии на Землю приходят и люди начинают работать над собой, то есть изменяя свое сознание, изменяется мир вокруг нас. Если не нужно всем сразу тут встать на путь самосовершенства и развития, достаточно определенный процент на планете, чтобы люди развивались, жили по совести и тогда как бы всеобщая энергетика на планете, она тоже уже может быть изменена, может быть. Ну и соответственно с другой стороны все происходит по воле богов, но если немцы и все, кто здесь живут, остальные, я в том числе, таких политиков заработали, ну приходится с ними жить вместе, да, пока. Как в анекдоте, мертвое море, знаешь? Знаю. Путин убил. Ну ладно, хорошо, следующий вопрос. Сергей, сын Леонидов. Вопрос в эфир. Как я понял, у варны тружеников маловато энергии и больше развито эго, чем в варнах витязей и ведающих? Это так? Энергии не скажем, что маловато, просто труженики, они эту энергию в другое русло немножко направляют, чем другие варны. То есть в соотношении, что из энергии остается себе, что я отдаю другим, он у тружеников немножко другое. То есть труженики больше себе и семье энергии оставляют, чем другим оставлять. Витязи уже больше энергии тратят на окружающий мир, на общество, а волхвы, жрецы или брахманы, они уже почти всю свою энергию дают другим. То есть для развития общества. Так можно понимать. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира Измытищ. Евгений, а ты нашел в йоге то, что искал? Я нашел такой стержень для себя, который меня поддерживает и который дает мне силу на другую жизнедеятельность, которая так или иначе тоже должна быть помимо йоги. То есть я занимаюсь еще с детьми, параллельно к йоге преподаю боевые искусства. Но здесь мы не выращиваем каких-то бойцов или супер каких-то там спортсменов. Мы просто, я считаю себя так, что помогаем детишкам развиваться. То есть двигаться как-то, заниматься спортом это более позитивное времяпрепровождение, чем сидеть там где-то у каких-то гаджетов или дома на диване. Но здесь тоже определенная сила нужна и определенная энергия, которую опять же на группу, на детей тратишь. И я из йоги черпаю, то есть это мои источники, моя поддержка, чтобы я мог эффективно заниматься другой жизнедеятельностью. Хорошо. Ну и в заключение так, прежде чем уже будем от себя что-то говорить доброе, вечное и красивое, Васильевич написал. То, о чем так долго говорили русские, свершилось. Горе и печаль накрыли эстонцы своим серым саваном. В Эстонии национальная трагедия. Эстонцы оказались не родственниками финнов, а потомками русских. Никаких эстонцев нет. Есть искусственно созданные русским царизмом в пику влияния немецких баронов в северо-западной части России в не таком уж далеком 1852 году общность людей из разных племен и народов. Проводя исследования для своей докторской диссертации и изучив гены почти 50 тысяч эстонцев, генетики обнаружили, что те, кого сегодня называют эстонцы, вовсе никакие не эстонцы, а по большей части бывшие русские и в меньшей части остатки племен Балтов. Ну вот такая справка у нас прозвучала историческая. И давай в заключении, наверное, будем говорить что-то доброе, вечное, красивое. Как-то подводить итог сегодняшней встречи. Конечно, да. Если вот сейчас прозвучала эта информация о эстонцах, я тоже должен сказать, поскольку я живу здесь, и я бываю в России, пожил. Немцы в какой-то степени тоже когда-то были славяно-арийскими племенами, это прослеживается, это даже прослеживается в названиях городов и рек, но нас как-то раздвоили, разделили и нами сейчас управляют. И я считаю или даже желаю для себя, чтобы эти народы, все славянские народы, которые себя считают принадлежными к России или к этому общему роду, скажем так, белого населения на планете, чтобы они поняли их суть и их назначение. То есть почему мы здесь все на земле живем, ведь у каждого из нас, народов, скажем так, у русского народа свое предназначение, немножко другие задачи, чем у немецкого и германского народа. Я желаю для германского народа больше пробуждения и больше осознанности, понимания кто есть кто. То есть здесь тоже их очень давно ввели в заблуждение, в котором они находятся, но тем не менее кто-то старается из этого заблуждения выйти и помочь другим людям разобраться, что есть что и кто есть кто. Ну и должен я еще пару слов о йоге, и конечно же сказать, как говорят другие продвинутые люди, не верьте мне на слово, то есть попробуйте сами на личном опыте накопить какую-то осознанность тоже или накопить опыт тот же самый в йоге и тогда уже можно будет более понятны и какие-то вещи для вас станут. Но меняйте себя, то есть считается, что если изменишь себя, то и мир в какой-то степени изменится к лучшему. В большей степени, которой только тебя окружает непосредственно семья, твоя маленькая ячейка, ну и в большой степени даже общество может измениться к лучшему, если каждый из нас будет меняться к лучшему и идти по светлой стезе, по нашему истинному пути, который для белого человека предназначен здесь. Благодарю тебя. Эфир у нас получился довольно-таки интересный, не утомительный, хотя сначала это в виде лекции какой-то было, но все по существу было. А в заключение, если уж мы затронули такую межнациональную стезю, если мы прощупали или нащупали какую-то связочку такую с подачей Василия Васильевича, то, наверное, здесь стоит отметить, для осознания всей трагедии, которая происходила последние несколько тысяч лет на нашей земле между родственными племенами, достаточно внимательно посмотреть, кто создавал войны или условия для войн, кто финансировал эти войны, кто в этих войнах побеждал, в большом смысле это слово, в геополитическом смысле этого слова побеждал, а не то, что кто-то кого-то там на землю повалил и кому-то в гости пришел, в кавычках, открывая дверь сапогом или прикладом. И самое главное, а кто в этих войнах сражался друг с другом, чья кровь лилась. Вот когда вы все это разложите по полочкам, когда вы все это осознаете, вы поймете, что белые племена, то есть расичи, от слова принадлежащие к расе, то есть к белым родам, они воевали между собой, их стравливали. И неважно, кем себя называли эти расичи, неважно, к какому роду они относились, к земному роду имеется в виду, важно, что кровь-то наша текла, что там, что здесь. И кто на этом наживался, тоже обратите внимание. И кто поддерживал, кто раздувал эти войны, тоже обратите внимание. И какие империи на обломках чьих империй создавались. И как все это дробилось, уничтожалось. Вот когда вы это все осмыслите, вы поймете, что Русь, в большом смысле этого слова, то есть идущая, опять же, от рас, от белого, она занимала и всю Европу, и всю Азию. И воевать нам нет смысла. Нам необходимо держаться вместе, нам необходимо быть творцами, нам необходимо сделать так, чтобы не лилась кровь, чтобы не было горя, чтобы убрать вот эту вот закрутку, это колесо, в котором нас сейчас как белок запустили и в котором мы крутимся. На нас сейчас ответственность лежит. Ну и для этого нам, опять же, нужно вернуться к наследию предков, изучать ведические писания, но и не только которые остались на территории России, которые ушли в Индию, тоже были унесены нашими предками, скажем так, и здесь, и здесь искать точки соперикосновения и эту мозаику вновь собирать, которую кто-то, возможно, нам разбил злоумышленно. Вот об этом и говорю. Так что изучайте своё наследие, разбирайтесь, кто здесь устраивает гадюшник, и должны понимать, что каждый из тех людей, которые принадлежат к расе, на нём лежит очень большая ответственность и перед своим родом малым, и перед большими родами нашими, и перед землёй, на которой мы существуем, и перед тем человечеством, которое здесь существует. Пришло время становиться человеками с большой буквы, наследниками богов, великих наших предков, которые не допускали этой дряни, которые владели землёй от слова «владу». И вот здесь отключается как раз-то самая заповедь «жить в ладу с природой, по совести, свято чтить великомудрых предков и заветы их». Итак, напомню, что сегодня у нас на календарике, на одном из современных календариков, 20 апреля 2016 года, среда, на одном из старинных девятый день месяца посева наречения 7524 лета, вторник, мы говорили о йоге в современном мире. Главный соведущий у нас был Евгений Митц из Германии. Низкий поклон тебе за участие, очень всё хорошо рассказал. Я благодарю всех участников чата за то, что так вы всё хорошо здесь описывали, такие интересные вопросы задавали, такие у вас были занимательные беседы в дружеском плане, не было какой-то грязи, дряни. Мне это очень понравилось, я вас благодарю за это. И, в общем-то, осталось только вам сказать. Если вы хотите, чтобы радио развивалось, радио народно развивалось, то должны понимать, что без народной поддержки оно существовать не может. А для этого включайтесь, создавайте это радио. Это радио наше, общее. Оно создано для того, чтобы наши рода, ну, хотя бы элементарно перешли на ту стезю, на которой мы должны находиться. Вот это самое главное сейчас осознать, что вот объединительная площадка – это как раз и есть радио, одна из этих площадок. Поэтому, если есть у вас возможность и желание поддерживать, поддержите. Тем более, что я уже говорил, что мы прикупили сервер, сейчас настраиваем его, уже восстановили, он работает так в демонстрационном режиме. И там надо кое-что будет докупить, кое-что подделать. Вот насчет подделать – это мы сделаем, насчет докупить – это уже как бы с вашей помощью, надеемся, сделаем. Все. На семья с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова